Настоящее чудо! Сегодня в программе расскажем об успехах иркутских врачей, которые работают над устранением последствий ДТП. Елочные базары открылись в Чите. Подробнее об этом расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». Зрители «Середины земли» в столице Бурятии приветствуем и начинаем с новостей из Иркутской области. О них в международной информационной программе расскажут корреспонденты из Приангария в студии Александра Кошурникова. Мы начинаем. Настоящее чудо! Иначе не назвать! Иркутским врачам удается вернуть к полноценной жизни пациентку, пострадавшую при ДТП. О динамике восстановления и перспективах на будущее расскажем далее в материале. Без костылей, тросточек и посторонней помощи. 19-летняя Анна Семенова идет к врачу на осмотр сама. И это чудо! Сделано руками хирургов Иркутской областной клинической больницы. Девушку, попавшую в страшную аварию, собирали по суставам и косточкам. Руки перед собой. Руки вверх. Руки вниз. Руки в стороны. И руки вверх. Отлично. Это функция рук. Я уже упоминал, что был перелом левой ключицы. Левая же, все верно? Да. Вот. Рука функционирует отлично. Деформации в зоне операции нет никаких, все ровненько, гладенько. Ну вот здесь немножко только. Ну вот чувствуется, что там стоит пластина. Стоит конструкция, да. Это нормальное ощущение. ДТП случилось в сентябре. Автомобиль, в котором находилась Анна, въехал в световую опору. Девушка была госпитализирована в бессознательном состоянии. Несколько дней находилась в коме. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, ключицы, пясных костей левой кисти, разрыв мочевого пузыря и самое страшное – перелом крестца. В Анне были проведены противошоковые мероприятия. Первым этапом было выполнено ушивание мочевого пузыря и фиксация костей таза аппарата внешней фиксации. На столе, на операционном, лежат те расходные материалы, которые мы используем, и инструмент для наиболее быстрого оказания помощи. Анна перенесла шесть операций. Сломанной части тела скрепили винтами. Это хорошо видно на снимках 3D-томографии. Хирурги восстановили длину левой ноги. Из-за деформации костей таза таз стала короче правой на 4 сантиметра. Раньше устранение подобных дефектов занимало не один месяц. Данная категория пациентов нередко приходилась лежать на скелетном вытяжении 6-8 недель. То есть приблизительно около двух месяцев. Дальше им приходилось до 12 недель после травмы лежать дома и только лишь потом пытаться вставать, учиться ходить. Данная тактика лечения позволяет вертикализировать пациента, начать его разработку, лечебную физкультуру в крайне короткие сроки. На этих кадрах Анна делает первые шаги после операции. Трудно поверить, что еще 5 недель назад эта девушка не могла не только двигаться, говорить самостоятельно есть. Состояние и настрой улучшается. То есть, ну, сейчас беспокоит уже намного всего меньше. То есть уже многие операции сделаны. Если раньше болела ключица, сейчас она уже не так болит. Я уже могу, то есть двигать, разрабатываю руки. Рука, ну, конечно, не до конца сгибаются пальчики, но все это разработается. Уже хожу сама. Хотя раньше полтора месяца я лежала вообще только в кровати, не вставала. Конечно, все намного лучше. В конце декабря они снимут аппарат внешней фиксации с тазом. Через год удалят пластины из руки и ключицы. А через два месяца преподаватель хип-хопа вновь сможет танцевать и учить этому детей. Туяна Немаева, Александр Мокин, середина земли Иркутская область. Разделить транспортные потоки. В Иркутске открылся дополнительный пункт выдачи водительских удостоверений. Он находится по адресу трактовая 35А в районе установки Узловая. Там можно заменить права, у которых заканчивается срок действия. Подробности в нашем следующем материале. Анастасия Кузакова в числе первых, кто пришел за новыми водительскими правами на трактовую 35А. У старого документа срок действия истек в это воскресенье. Сейчас Анастасии осталось только сфотографироваться. Необходимый пакет был собран быстро. Паспорт, квитанция об оплате государственной пошлины, медицинская справка. И также быстро сдан на регистрацию. Без каких-либо очередей. Пока все устраивает. Сдали документы, ждем. Довольны, что есть дополнительное место, куда можно приехать и поменять права. Если на Николаево 5 сотрудники ГИБДД производят все процедуры с выдачей водительских прав, то здесь на трактовой 35А можно только заменить водительские права, у которых заканчивается срок действия. Как поясняют автоинспекторы, дополнительный пункт открыли, чтобы разделить потоки приходящих сдавать экзамены и обратившихся за заменой удостоверения. Сотрудники ГИБДД считают, это поможет избежать очередей. Ведь именно последняя услуга наиболее востребована. Ежедневно за получением прав обращаются 130 человек. Из них больше половины – это те, у кого, как и у Анастасии, истекает срок действия старого документа. По статистике замена водительских удостоверений на Николая 5 примерно 70-80 человек ежедневно. Я думаю, половина граждан уйдет сюда. Много стояли в очереди, долго. Ожидание было долгое. Я думаю, что с открытием нового пункта очередей будет меньше. По адресу Николаева 5 автолюбители стояли в очередях до 4 часов. Сейчас время ожидания будет сокращено до 20 минут. Сюда, потому что решили, что здесь все-таки меньше народу. Потому что в прошлом году, когда я сама меняла водительское удостоверение, я 4 часа провела на Николаева, чтобы получить новое. Причем можно было сделать не одну, а еще хотя бы пару таких же точек открыть, скажем так, выдачи им, хоть по замене, хоть как. Ну, чтобы там сократить, потому что там желающих очень много. С этого года здесь заменить водительские права могут все желающие, независимо, где обратившийся прописан и живет. По старому адресу на улице Николаева 5 иркутяне также будут получать свои первые права вождения после сдачи квалификационного экзамена. А также взамен утраченного удостоверения в случае изменения персональных данных, фамилии, имени, даты рождения. Для удобства автовладельцев по вторникам рабочий день подразделения продлен до 19 часов. Один из терапевтических участков Читы, врача-терапевта Валентины Евдокимовой, вошел в число лучших в России. С подробностями этого события на связи коллеги из Байкалии. Марина Кузнецова, мы вас слушаем. Продолжайте, пожалуйста. Здравствуйте, коллега. Всего в 85 субъектах России более 52 тысяч участков, обслуживающих взрослое население. По данным комплексного анализа показателей медицинской деятельности за период с 1 июня по 30 ноября, терапевтический участок из Читы стал 48-м в списке по высоким показателям деятельности. А сейчас к другим интересным событиям Забайкальского края. Сделать единые диспетчерские службы эффективным инструментом в руках муниципалитетов при тушении пожаров. Такую задачу на следующий год ставит председатель комиссии ПЧС региона Геннадий Чубин. По традиции, руководители аварийно-спасательных служб подводят итоги уходящего года и одновременно готовятся к 25-летию со дня создания МЧС и празднованию Дня спасателя. Год был тяжелый. Особенно по Забайкалью ударили апрельские пожары. Но несмотря на все сложности, в том числе финансового характера, программа по повышению пожарной безопасности сейчас выполнена на 149%, отметил председатель комиссии ПЧС Геннадий Чубин. В авиалесоохране закупили новые огнеупорные костюмы для сотрудников, 37 новых парашютов для десантников, 22 новых единицы техники. Среди них пожарные машины, малые лесопожарные комплексы. Все они будут распределены по районам края. Но важно также работать и с людьми, заметил Геннадий Чубин. Нам не справиться без пожарных дружин, бестолковой организации, человеческих ресурсов. Депутаты уже инициируют закон о старостах. В каждом муниципальном образовании должен быть человек, умеющий правильно донести информацию до населения и осуществлять общественный контроль. Сейчас из более чем 700 муниципальных образований старосты выбраны в 14-е. У нас подготовка к пожароопасному периоду началась, наверное, если не с августа, то с сентября абсолютно точно. То есть делаем планомерные шаги. Сегодня, вот вы видите, по технике достаточно серьезный подход. Плюс больше 70% техники уже отремонтирована. Та, которая была сломана в тот пожароопасный период. Плюс к этому создана вся необходимая нормативная база. Выстроены определенные алгоритмы. Ведется работа по созданию мобильных групп. Первая мобильная группа – это в муниципальном образовании. То есть, как спецназ увидели, быстро раннее обнаружение, ранняя локализация. И мобильные группы межрайонного маневрирования. К следующему пожароопасному периоду мы уже готовы на 40-45%, отметил председатель комиссии. У всех служб будут дорожные карты. А все решения без исключения поставлены на контроль. К нам будет такое же пристальное внимание со стороны правительства России. Ведь Забайкалье – самый сложный регион с точки зрения лесных и ландшафтных пожаров. Пожарный поезд нового поколения. Таких 310 экземпляров на российских железных дорогах, включая три в Крыму. Туда их направили после того, как полуостров присоединился к России. Интересно, что именно с него осуществлялась заправка Ил-76 и Бе-200 во время апрельских пожаров, когда не было возможности взять воду с водоема. Одна из новинок пожарной техники – мобильная роботизированная установка для тушения пожара. Она проводит разведку в зонах ЧС, в населенных пунктах и промышленных объектах. Передвигается по дистанционно заданному оператору маршруту, отправляет изображение по ходу движения на экран монитора, а также сканирует объекты, где обнаружено пламя. По команде оператора робот подает пену или воду в заданную точку. Пока используется только в тестовом режиме и официально на линию не выпущен. А вот службы МЧС находятся в полной боевой готовности и в случае чего придут на помощь. К новогодним праздникам с 20-го числа личный состав главного управления и подчиненных подразделений переходят на усиленный вариант несения службы. В каждом подразделении круглосуточно будет находиться офицер. Значит, будет при необходимости введена в боевой расчет резервная пожарная техника. Буквально вчера после трагических событий в Воронежской области, в психдиспансере, были проведены дополнительные инструктажи в наших социально значимых объектах. Эту работу мы продолжим и в новогодние праздники. 86 жизней удалось в этом году спасти сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам. Приходилось вытаскивать и рыбаков, заезжавших на лед на машинах, и случайных людей. Спасательных средств хватает. В водоемах края 11 маломерных судов, 8 дюралевых, остальные резиновые. Как раз в этом году закупили еще одно резиновое спас-средство на 8 человек. У него есть неоспоримое преимущество. Нужна меньшая глубина для оказания помощи в период паводка – порядка 20 сантиметров. Для борьбы с нарушителями у спасателей своя техника. Радар, видеорегистратор для фиксации процесса нарушения, алкотестер, коммуникатор с доступом к базе. Даже находясь на середине арахлея и остановив гидроциклиста без прав, инспектор может определить, есть у него штраф или нет. Демонстрация возможности показала. Все службы технически готовы как оказывать помощь, так и наказывать нарушителей. Яна Гершова, Сергей Миртов. Время новостей. В Чите открылись елочные базары. Купить зеленую красавицу можно практически в любом районе города. В этом году по 107 адресам. Как отмечают в городской администрации, число желающих продавать елки заметно возросло. Выдано около 200 согласований. По одному из елочных базаров прогулялась Юлия Тимошенко. Быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, иметь документы о законном приобретении деревьев и договор на уборку территории. Таковы требования к тем, кто планировал продавать елки. Желающих в этом году заняться зеленым бизнесом было много. У нас как никогда большое количество тех, кто желает реализовывать хвойные деревья. И в сравнении с прошлым годом мы за весь период выдали около 130 согласований. Сейчас это число к 200 приближается. То есть 200 желающих реализовывать в разных местах хвойные деревья. Адресов у нас на сегодня 107. То есть по одному адресу может осуществлять несколько хозяйствующих субъектов. Сейчас востребовано 76 мест. Одно из самых лакомых с точки зрения торговли мест – площадь революции. За право торговать здесь боролись несколько предпринимателей. В итоге победил только один. В этом году, чтобы торговать здесь, нужно было еще и построить что-нибудь для развлечения детворы. Победитель конкурса представил проект ледового городка. Уже установлена большая елка, которую вот-вот начнут наряжать. Строятся горки и ледовые скульптуры. Предприниматель уже вложил собственных 200 тысяч рублей. Маленькое будет горлочко до 3 лет и вот это где-то до 7-8 лет. Подарок городу еще три как бы на Новый год. Родион занимается елками уже 12 лет. Накануне у него, как и у других продавцов квойных, началась горячая пора. Это когда на улице с 9 утра и до 9 вечера. И так до 31 декабря. В основном берут среднюю домашнюю квартирную елку, чтобы она, как говорится, для квартиры. Большую елку в основном берут, берут среднюю, где-то на метр 70, 2,20, 2,50. Ну, такую елочку нужно для нашего населения, 2,4. А за эти два дня сколько елок уже удалось продать? Да, где-то в пределах 70 елочек мы отдали. Вчера около 50, и сегодня елок 15 отдали. Родиону нужно успеть все. Помочь покупателю выбрать елочку, приглядеть, чтобы воришки чего не утащили. И, конечно, следить за ходом строительства ледового городка. Елки в Читу везут из разных районов края по договорам с лесхозами. Эти пушистые красавицы родом из Улетовского района. Пока их заготовили около полутора тысяч. Защитники природы могут не волноваться. Сосны рубят не хаотично, где попало, а на территориях сельхозназначения. В будущем году на землях, освобожденных из-под хвойных сорняков, посадят зерновые. Непроданные сосны, как правило, сдают в зоопарк на корм животным. Администрация города рекомендовала цены. На сосну до 2 метров до 430 рублей. Выше 2 метров до 470. Заготовленные в других регионах деревья реализуются по свободным ценам. Самый длинный в мире стеклянный мост на днях появился в провинции Хунань. На юго-востоке Китая. Длина моста, который построен в национальном парке Джанцэцэ, составляет 430 метров. Мост расположен на высоте 400 метров над землей. Его ширина равна 6 метрам. Стеклянное покрытие моста прошло около 100 испытаний на прочность. В результате конструкторы убедились, что мост может выдержать одновременно 800 человек. О других интересных фактах расскажут коллеги из Китая, которые уже на связи с нами. Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! В студии Руслана Гасанова и в ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Служебный роман появился в Пекине. Пьесу по мотивам известного советского фильма поставили к юбилею его выхода в китайский прокат. Премьера спектакля состоялась в Пекинском театре Баоли. Фильм Эльдара Ризанова «Служебный роман» вышел в китайский прокат в 1985-м, став тогда одной из самых любимых зарубежных художественных картин. 30 лет спустя историю любви строгой начальницы и застенчивого подчиненного решили напомнить китайской публике. Правда, на этот раз театральные. Полюбившиеся советские герои в эти выходные представлены на сцене Пекинского театра Баоли. Главные роли исполнили небезызвестные актеры Хэн Тун Шэн и Фэн Сянь Чжэнь. Примечательно, что именно Фэн Сянь Чжэнь в свое время озвучивала героиню Алиса Фрэнли. А вот поставил спектакль специально приглашенный для этого российский режиссер Александр Кужин. Он уверен в успехе постановки, отмечая, что она вне времени, а значит найдет отклик и в сердце каждого зрителя. Это очень трудный пути двух одиноких людей друг к другу. Что существует... Сегодня много одежды, сегодня много еды, сегодня нет дефицита практически ни в чем. Остался дефицит общения, любви, нежности и нормальных человеческих отношений. Сохранить атмосферу легендарной трагикомедии в спектакле помогает музыка Андрея Петрова, написавшего ее специально для съемок фильма. По словам художника-постановщика Кирилла Данилова, музыкальное оформление картины стоит того, чтобы напомнить о нем еще раз со сцены. Ну, музыка – это известного русского композитора Петрова, который постоянно работал с Рязановым и написал музыку ко многим его фильмам. В России многие просто знают эту музыку и помнят по фильмам, и она очень популярна, и она обладает таким свойством, что она поднимает людям настроение. Трехдневный показ спектакля «Служебный роман» прошел в Пекинском театре Баоли. В Шанхае постановку можно будет увидеть уже в новом году в Центре исполнительских искусств Думфан 9 и 10 января. Люси, Си-Си-Тиви. Уникальные народные традиции бережно хранят на территории Тибета. Сегодня мы расскажем об опере района Дюму-Лун и о человеке, который стал живым воплощением этого стиля искусства. Отточенные движения, прыжки и поклоны. Трудно поверить, но в этом году Тендару исполнилось 70 лет. Сам он рассказывает, что без репетиций не может прожить ни дня. «Я как бы танцую вместе с ними, сразу на душе легче становится. И даже физически лучше себя чувствовать начинаю. Приятно, когда тебе есть чему научить людей, а они впитывают эти знания как губки». Тендар – уроженец деревеньки Дюму-Лун, где более 300 лет назад зародился этот стиль цибетской оперы. Мальчик увлёкся им ещё в раннем детстве, а в 18 лет серьёзно взялся за его изучение. Всю жизнь он выступал с разными труппами, а к 55 годам решил собрать свою. За 15 лет она разрослась до 33-х человек. «Приходят в основном молодые люди, но они очень стараются и быстро учатся». В 2008 году Министерство культуры Китая провело конкурс на звание «Хранителей традиционных видов искусства». Из 22 номинированных на премию тибетцев, Тендар оказался единственным, кто не проходил специализированного обучения. «Вы знаете, я так рад даже не за себя лично, а потому что этот вид искусства становится популярным, что его начинают ценить и изучать не только в самом Тибете, но и по всему Китаю». Сейчас труппа репетирует один из самых известных восьми спектаклей тибетской оперы «Сурджи Нияма». Это сказочная история о вечной борьбе добра и зла, о любви и страшных кознях в императорском дворце выдуманной страны. Одну из главных ролей исполняет Санам Дженчен, любимый ученик Тендара. Он занимается тибетской оперой с 16 лет. «Сначала было трудно, но чем больше работаешь, тем интереснее становится. Ты словно погружаешься в каждую историю, и это настоящее волшебство, когда выходишь на сцену и проживаешь там целую жизнь». Сейчас Санам уже начал делать первые шаги в преподавании тибетской оперы. Тендар помогает советами и радуется, что его ученики не только перенимают традиционные знания, но и стремятся привить любовь к искусству другим людям. Юлия Жень, CCTV. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова